Всем добрый вечер. Я иду в садик за Мариночкой. На магазин зайти ищу. Хлеб купить дома, хлеба нет. Вот такие его дела. Тайсон кушает, ему кашу вынесли. Кто писал, что к Тайсону не прочищено? К Тайсону всё прочищено. Егора всё у нас прочистил, не переживайте. Да, Тайсон? Кушай, кушай. Видите, кушает. Всем, кто кушает, всем приятный птиц. А Тайсон тоже кушает. Ладно, мы идём в садик. Так, мы уже пришли с садика. И сейчас покажу, что я сходила, купила в магазин. Купила хлеб 6 булок на курянку ждать, потому что... Потом дальше взяла мандаринки. Тут не знаю, сколько по весу вышло. Также взяла яблочки. Потом взяла молочные коктейли. Киви, она у нас две бутылочки. Попить, что я люблю вот такие вот коктейли. Но не такие, но другие немножко. Потом взяла два разных кофе. Я не знаю, который из них нормальный, оригинал. И это, чтобы на весь месяц взяла две баночки. Дальше. Колбаску взяла бы целую палочку, но не было. Поэтому вот такую взяла быковская. Папа может нам нравиться. Такая кефир 3 литра взяла и 2 литра молока. А также мы сегодня ещё заходили с Мариной в магазин. Купили новогодние игрушки и мишуру для садика. Потому что у них в садике все игрушки поломались. И просили по одной игрушке принести. Но я что решила из дома натащить старую. Поэтому зашли в магазин, купили и сразу отдали в садик. Марина сама выбирала. Самый красивый. Ей очень понравилось. Она такая довольная. Мама, мы говорим, сразу занесём. Я говорю, ну пойдём сразу занесём. С магазина вернулись, сразу в садик. И отдали. Такая довольная, счастливая. Ну это хорошо. Для меня 200 рублей ничего не сделать. А для ребятишек будет приятно, когда они будут ёлочку наряжать. Ну вот в целом. Вот такие вот покупочки. Муж у меня сейчас будет готовить борщ. Варить. Ну а я буду заниматься своими делами. Хорошо посидели с вами, поболтали в прямом эфире. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Вы вообще у меня умнички, молодцы. Дай бог вам крепкого здоровья. Многих интересует, что уже муж приготовил. Сейчас я вам всё покажу, что он приготовил. А приготовил он вкусный привкусный борщ. Борщ у него с куриными крылышками. У меня детки любят куриные крылышки. Поэтому взяла вот такие вот. Вот такой вот вкусный густой борщ получается. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я сердечко поставила вот так вот на печку. Потом он двух лебедей вышью и тоже поставлю тут на прибрат. Сейчас мы перед Новым годом здесь приберёмся и куплю сюда веночек такой красивый. Снеговик, который должен светиться. Он у нас что, светится вообще, нет? Да, ребята, он свет... Ой, блин, упала. Сейчас подниму. Вот так вот светится. Красота. Копилка моя. А вот здесь, вот сейчас я вам покажу, вот эту вот копилку мне дарил Марина Чж. Вот эту копилку мне сын дарил Егорка. И вот эту вот фигурку кто-то из деток мне тоже дарил, уже не помню. А кто мне котика дарил? Или я её сама покупала? А, сама покупала. Да, я люблю вот такие фигурки. Вот такая вот красота. А я хочу наложить супик и немножко перекусить что-то это. Я сегодня ещё ничего не ела и аппетита не было никакого. Одну коробку конфет, ребята, вот такую уже детки съели. Вторую уже начали доедать. Начали есть уже, наверное. Нет, она ещё, по идее, закрытая стоит. Сейчас покажу. Вот ещё целая банка таких конфет у меня стоит. Банки потом удобно тоже туда какие-нибудь конфетки ложить или что-нибудь такое тоже очень удобно. Мне нравится. Баночка. Будешь, Ваня, конфетку? Мамаша, дай всем конфетки. Всем разные пускай поедят конфетки. Хлеб. Вот у меня вторая булка моего хлеба. Видите, это уже второй день вот он лежит, хлеб этот. Видите? Хлеб очень вкусный. Ну, второй день, получается, вчера испекли, сегодня уже вот это. Что случилось? Взял конфетки, да? Кушай на здоровье. Кушай на здоровье. Тут у деток у конфетки лежат. Они как бы стараются не за раз много есть. Они в день по одной, по две берут конфетки. Карамельки плюс ещё едят. А то мне написали, у детей аллергия будет, если они будут много есть конфетки. Нет, ребят, они сильно много-то не едят, они знают. Они всегда спрашивают, мама, можно конфетку взять? Я говорю, вы утром ели? Если они утром ели, то, значит, вечером ещё один может взять. Там в день по два. По две конфетки, да, они в день стараются кушать. Поэтому я как бы за этим стараюсь следить. Давай бусинки, давай. Ваня, бусинки ношу. Поэтому не переживайте. Я за этим стараюсь следить. Тут шоколадки они ещё не все, по-моему, съели, да, шоколадки? Сейчас посмотрим, что тут вообще есть в этих баночках, которые мне присылали. А, две обычные, а нет, три Аленки ещё осталось, которые с садика и одна вот эта вот присылали, да, с орешками. А во второй чём? Обычные карамельки. Карамельки надо переложить вот в эту баночку, Маша. У нас карамельки вот в этой баночке. Слаживай сюда их, а эти я сюда положу. А ты в садике была? Бери одну, Марину, любую. Она брала. Она брала уже? Всё, тогда. Всё. Раз брала конфетку, значит всё. Так, всё. А пустой ящик я уберу в зал туда. Баночки очень красивые, но вот одна баночка почему-то покосилась, видать, в транспортировке, что ли. Очень красивые баночки. А это, кстати, фикс-прайсовские, видите. Ну, у нас вот я такие, по крайней мере, я пока ещё не видела в фикс-прайсе. Или, может, я не обращала на них внимания, ну, потому что я любитель вот такого вот всего. Но, видать, не обращаю внимания. Ладно, дорогие друзья, вот такое вот было видео. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего. 25-го пойдём вместе с вами к парикмахерску. А перед этим съездим в Соликамс Березники. Я очень надеюсь, что я куплю линолеум, потому что я хочу уже доделать, чтобы у меня везде в комнатах был линолеум, и мне легче мыть будет его. Прошёл со шваброй, быстро протёр, и всё, и, считайте, пол уже готова будет. Ладно, вот такое вот было видео. Всем спасибо за то, что вы такие у меня добрые, такие чёткие. Всем желаю крепкого здоровья, всем говорю, пока-пока. Всем доброе утро, дорогие друзья, это наше утро. И мы с утра, начинается с того, что я начинаю запрестать деток. Сейчас вы видите, конечно, тут в зале куртки висят, но это из-за того, что я другую половину коридора делаю ремонт, и там негде пока повесить, а на другой половине там всё занято. Поэтому приношу извинения, что куртки висят после того, как я сделаю ремонт, они уберутся. Ну, вот сейчас я заплетаю Мариночку. У меня, кстати, у Мариночки самые длинные волосы, а у Оксаны покороче немножко. Ну, вот Марина всегда вот так вот корчится, когда её заплетают. Она так не любит, когда её заплетают вообще. Ну, вот, быстренько заплела её, сейчас буду заплетать Оксану. У Оксаны чуть-чуть волосики покороче. Ну, вот тоже мы её заплетаем. Она любит одну косичку, но вот, хотя частенько я ей делаю две косички. Ну, вот сегодня решили одну с ней сделать. Надеюсь, вам понравится. Вы мне попросили показать, как курточка. Вот она, поверни спиной на Оксане курточку. Оксана, у неё в школу ходит, да, Оксана? Поворачивайся обратно. Тебе самой-то нравится? Да. Очень нравится, да? Ну, вот так вот. Она у неё со штанами сочетается, да? Ладно, одеваемся, собираемся в садик, в школу. У нас время 10 минут 8. Всем добрый день. У нас на улице заметает, заметает потихоньку. Я еду в город по делам. Вот Тайсон на уши торчет. Тайсон, привет! Тайсон, ты опять лежишь на снегу? Ладно. Едем, 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 едем в город по делам. Так, дорогие друзья, приехала я уже с города. Сейчас покажу, что я купила. Купила сахар 10 килограмм. У нас он по 45 рублей. Дальше, что взяла? Ну, туалетной бумаги много набрала. У нас детская шампунь очень быстро заканчивается. Вот опять той, которую мне на Ане нашла, взяла такую. Так, тут мои перчатки, туалетная бумага и лимонный сок, чтобы майонез сделать. Ну, тут дальше показывать уже не буду. А, еще бумажные полотенца. Не полотенца, а эти салфетки. Сейчас покажу, что еще принесла. И у нас пришла вот такая вот огромная посылка. Мне вчера Оленка написала, что это... Она отправила посылку. Ваня, довольна? Посылка, да, пришла? Да. Мы не знаем, что там, ну, по картинке. Вот, Ваня, отойди. Вот это вот, но потом проверим, что там будет. Приношу извинения за свой вид. Сижу у Егора. Сейчас жду нам на съездить за комбикормом. Егор у нас вчера сломал кровать. Он сломал перекладину. Видите, тут сломано полностью. И сейчас надо будет они с папой делать доски какие-то сюда. Перекладины на этой койке тоненькие, они ломаются моментально. Егор сел просто, и она сломилась напополам. Да, Ваня? Тут нету, тут матрас, тут дырка, потому что... У меня приехал Ильюша сейчас, должен прийти домой. Он приехал, чтобы ему в военкомат надо идти, забирать этот военный билет. Ну, или что-то такое, не знаю, что там, короче, надо забирать. Так что вот такие вот дела. Вот такое вот было видео. Распаковку вы увидите уже в следующем видео. Так что оставайтесь с нами. Всем пока-пока.